Девочка-пай 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я родился в Целинограде, в нынешней столице Казахстана, городе Астане. В детстве, когда я был еще маленьким, я начал задумываться о смерти, о том, что со мной будет, когда я умру. И страх перед смертью временами очень сильно мучил меня. Когда я повзрослел, я начал учиться и работать, ну и так же, как все окружающие меня люди, я начал грешить. Однажды ко мне в руки попал Новый Завет, и, прочитав его, меня в нем сильно удивила одна библейская истина. Хотя я считал себя верующим человеком, я узнал, что как бы человек не верил в Бога, если он грешит, он все равно пойдет в ад. Если, конечно, он умрет во грехе. И хотя я считал себя верующим, я понял, что это про меня. Я своими силами пробовал перестать грешить, но у меня ничего не получалось. И однажды меня пригласили в христианскую евангельскую церковь. Я пришел и покаялся в своих грехах, и Христос вошел в мое сердце, очистил меня. Так что я понял, что впервые за много лет у меня ушло желание грешить. Я был удивлен, что вообще существует это на этой земле. Великое чудо произошло. Вот уже более 20 лет я живу праведной жизнью. Слава Богу, грех и сатана оставили меня. У меня есть прекрасная семья. Господь дал мне в сердце желание играть на саксофоне. Я записал много сольных дисков, и с Господом у меня хорошая жизнь. Полная мира, радости, целей намного лучше, чем было раньше. Знаешь, что Библия есть истина. Доказано, что Библия – это пророческая книга, и в ней написано более двух тысяч пророчеств, которые сбываются до сегодняшнего дня. И нет лучшей книги на земле, книги, через которые изменилась жизнь миллионов людей. Как для водителя автомобиля книга правил дорожного движения жизненно важна, так и для людей знание Библии жизненно очень важно. И если человек не знает Слово Божие, то у него будет много проблем, потому что у людей есть реальный враг – дьявол, который, как Библия говорит, пришел украсть, убить и погубить. Если ты не веришь, то рассуди здраво. Люди рождаются такими хорошими, чистыми, святыми, а потом, со временем, грех ломает их и делает их жизнь тяжелой. Мир полон зла, включи телевизор, и там убийство, воровство, прелюбодеяние и так далее. Сатана хочет, чтобы люди грешили и пошли в ад. Но Бог послал Иисуса Христа, чтобы избавить нас от грехов для чистой и праведной жизни. Ты, кто слушаешь эту запись, я хочу задать тебе вопрос. Если вдруг ты сегодня умрешь, пойдешь ли ты на небо или в ад? Ответь себе честно. Потому что многие люди верят в Бога поверхностно, и они не уверены в своем спасении, что по окончании своей жизни они пойдут точно на небо, к Господу, а не в ад. Я хочу рассказать тебе сейчас, как по-настоящему привериться с Богом. Но прежде я хочу задать тебе еще один вопрос. Если бы Бог спросил тебя, почему я должен впустить тебя в свое небесное царство, чтобы ты ответил, подумай, что? Человек часто отвечает, ну я старался быть хорошим, и я достоин спасения. Это не совсем правильно, потому что спасение не дается по нашим делам. Итак, Библия говорит, что спасение любого человека – это дар Божий. Человек не может спасти себя сам. И еще написано, благодатью мы спасены через веру. Это не от вас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Прощение и спасение дается совершенно бесплатно. Это дар, говорит Библия. Например, если вам подарят что-нибудь, вы же не пытаетесь отдать деньги за подарок. Спасение от Господа – это абсолютно бесплатный дар. Также Библия говорит, что из-за греха Адама все люди согрешили и лишены славы Божьей. Лишены общения с Богом. Сейчас люди исполняют разные традиции, отмечают религиозные праздники, думая, что тем самым они угодили Богу. Но истинное угождение Богу – это когда мы любим Бога и живем праведной и святой жизнью. Грешным людям удобно прикрываться религией. Но послушай, грех есть грех. И никакие религиозные традиции не смогут спасти тебя. Грех перечеркивает всякое почитание Творца. Существует четыре вида грехов, которые человек может грешить. Первое – это поступки. Допустим, если человек украл или ударил и так далее – это грех. Второй вид – это мысли. Иисус сказал, если ты посмотрел на женщину с похотью, то это грех прелюбодеяния. Третий способ – это слова. Когда человек кричит, гневается, матерится, лжет – это является грехом. Бог говорит, что человек от слов своих или оправдается, или осудится. И четвертый вид – это бездействие. Это когда человек не делает добро, не почитает родителей, пренебрегает бедных. Слово Божье говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. И без святости сердце никто не увеет Господа. Например, если я из четырех свежих яиц сделаю омлет, но одно будет тухлое, вы не будете его есть. Так же и Бог не может принять к себе ничего нечистого. Многие люди обмануты дьяволом. Они считают себя верующими, но живут во грехе. Что же Библия говорит нам о Боге? Бог есть любовь. И Бог милостивый. Он говорит так. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Бог любит всех людей и даже грешников, но Он ненавидит грех. Бог свят и является самым справедливым судьей и вынужден доказать людей за грех. Если мирской судья вынужден посадить в тюрьму человека, который ограбил банк, тем более Бог, справедливый судья, вынужден будет осудить грешников на вечный ад и озеро Огненное. И все грешники, богатые и бедные, популярные и не очень, будут гореть в озере Огненном во веки веков, говорит Господь. Бог же, не желая смерти грешников, более двух тысяч лет назад послал на землю Иисуса Христа. Иисус умер за нас и за наши грехи, чтобы мы не погибли, и подарил нам дар, дар вечной жизни, предлагая нам спасение бесплатно. Нам осталось просто принять это спасение. Многие люди не понимают, что Христос сделал на кресте. Для них христианство это просто религия или символ. Мне нравится одна притча о царе, который был очень справедливый. И однажды его мама сделала проступок. Она сделала то, за что наказание по закону той страны было сечение плетью 40 раз. Мнение людей в государстве разделилось. Одни говорили, что мать будет наказана, другие говорили, что нет. Ведь это мать царя. Царь же объявил, что по закону его мать должна быть наказана. Он ведь был очень справедливым царем. Ее привязали к столбу. И исполнитель замахнулся плетью, чтобы начать бить ее. Но вдруг царь сказал, постой. Он подошел к своей матери, закрыл ее своим телом и сказал исполнителю, начинай. Так же и Христос, приняв мучения и смерть, пострадал за нас. И нам не надо умирать. Сегодня Христос хочет очистить и осветить твое сердце и душу своей кровью. Но, к сожалению, не все любят свет. В Евангелии от Иоанна написано, что суд будет состоять в том, что свет пришел в мир. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Знаете, сейчас несложно достать мыло, но все равно некоторые люди ходят грязные. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны. И прямо сейчас ты можешь принять решение, принять свет или отвергнуть его. Какой бы ты ни был в национальности, грех есть грех для всех наций. Но спасение от Иисуса тоже для всех. И отвергнув всякий страх и сомнение, выбери дар вечной жизни. Это лучше. Есть единственный ключ, как принять этот дар спасения, который дает Бог. Это вера. Вера не только душой и разумом, но и своим духом. Или, так скажем, сердцем. Библия говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И прямо сейчас, когда ты слушаешь эту запись, если ты примешь решение принять этот дар спасения, то тебе с верой нужно помолиться. Расскажься во всех своих грехах, произнося Господу Иисусу Христу эту молитву. Молись же так. Повторяй за мной, говоря Господу, веря, что Он слышит тебя прямо сейчас. Господь Иисус, я грешник или грешница. Прости все мои грехи. И как я прощаю всех своих обидчиков, так и ты, Господь, полностью прости меня и очисти мое сердце своей святой кровью. Войди в мое сердце, Святым Духом. И с этой минуты Иисус, Господин всей моей жизни. Запиши, Господь, имя мое на небесах. Я отдаю тебе всю свою жизнь. Пусть воля твоя совершенно исполнится в моей жизни. Поведи меня путем своим, путем жизни и света. Аминь. Аминь. Итак, Иисус сказал в Иоанна в пятой главе, в двадцать четырехом стихе. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Если ты сейчас покаялся, знай, что все старое прошло, теперь наступило все новое. Живи и больше не греши. Читай Евангелие и обязательно найди Евангельскую церковь, где изучают Писание и искренне славят Бога. Это очень важно для твоего духовного роста. Я, пастор церкви «Новая жизнь» города Одессы, хочу пригласить тебя на богослужения, которые проходят в нашем городе. Ты можешь позвонить по телефону 093-877-7377. Пусть Бог благословит тебя. Мы будем ждать тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok